Всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Сегодня будет необычный выпуск. Мы сегодня хотим поболтать и рассказать о наших планах, что будет дальше, куда мы дальше хотим поехать. И в комментариях вы, возможно, кто-то нам что-то будет советовать, а может быть даже кто-то из вас поможет. Такой выпуск мы сейчас дойдем до моря, пока вальчишки будут рыбачить. Мы с Настенкой сядем и с вами поболтаем. Ну а вы пока поставьте лайк и погнали! Солнце прям жарковато. Сегодня ветра нет. Это прям какая-то идеальнейшая история. В детки в футболках. Здесь обычно все рыбачат. Вон даже отсюда можно увидеть рыбок. Как же здесь можно разглядеть спокойно морских ежей, но их больше вот на, господи, где она? Вот на той стороне. Там их прям много-много. Мы их тоже вылавливаем. А-а-а, я вам сейчас покажу. Вон они. Кто никогда не видел, здесь очень много маленькой рыбки. А вот они, пожалуйста. Морские ежи, они вот так вот прикрепляются. 18 декабря будет ровно месяц, как мы живем в даче. Это запад Турции, это Игейское море, шикарнейшее место. Город нам очень сильно понравился. Кто не смотрел выпуск, обязательно посмотрите. Мы закрыли здесь очень много потребностей, которые нас интересовало. Точнее не ровно месяц, а месяц и четыре дня. За этот месяц жизни в даче мы поняли самый большой минус этого места. Это, конечно, сильные ветра. И здесь с приходом зимы, ну, календарной зимы, ветра сильные. Чаще всего это серое небо и идут дожди. Ну, по крайней мере, мы смотрим за ребятами, которые находятся в разных районах Турции, например, там на Анталийском берегу. Там такого нету. А еще это очень тупиковый город, в том плане, что до цивилизации, как таковой, до того же Мармориса ехать 75 километров по сложному серпантину. Пару раз мы ездили, и, конечно, не накатаешься. Даже раз в неделю съездить туда, конечно, обламывает. Ко всему этому в конце декабря, в последних числах декабря у нас рандеву. Мы подали на ВНЖ еще, по-моему, в октябре. Кто не смотрел, тоже обязательно посмотрите. И нам, естественно, нужно приехать в Анталию. Мы очень долго думали на ту тему, а может быть здесь продлить еще на месяц договориться, потом сгонять в Анталию, пройти рандеву и вернуться обратно. Поняли, что такое пробег по горам, плюс здесь перевал, он будет снежный, и мотаться туда-обратно, тратить такие деньги не вариант. Плюс однозначно нужно что-то будет снять в Анталии, тоже не вариант. Собственно, это все упирается в копейку и во время на дорогу. То есть нам это тоже не подходит. Мы стали думать, чтобы нам такое придумать, чтобы было прям максимально интересно. Также мы рассматривали еще такой вариант, мол, типа, мы поедем в Анталию, и там снимем отель. Начали гуглить отели, где будет встречать в новогодских отелях русской комьюнити. Выбрали пару отелей и посмотрели прошлогодние программы. И вы знаете, цена за 4 дня это примерно 60 тысяч рублей, типа, там, минимум, да, это все включено. Это на 2 человек и ребенок, 2 взрослых и ребенок 4 ночи. И понятное дело, что у нас больше, значит, нам выйдет дороже. И, ну, и 4 ночи это как-то так себе. Начали смотреть новогодние программы, которые там есть, были в том году, в позапрошлом году. И знаете, как бы это, ну, слабенько на самом деле. Типа, там, какие-то танцы, актеры, которые, и певцы, которые там выступают и поют, нам совершенно не знакомы. Будет ли интересно детям, непонятно. Будет ли нам интересно, тоже непонятно. Стандартный шведский стол, как в отелях, все включено. Ну, типичная еда, как говорится, вот. И ничего больше такого нет. Ну, завтрак там включен. Опять-таки, тратить такие деньги тоже. Есть ли смысл? Пожалуй, нет. Мы так подумали. Окей, если мы едем в отель, а что нам тогда вообще делать до отеля? Мы думали, а что если мы продлим еще на полмесяца здесь квартиру и поедем? Опять-таки, это деньги плюс отель, это деньги плюс покатушки, это деньги. Еще мы рассматривали вариант продлить эту квартиру на месяц, потом еще на месяц, может быть, до весны здесь. Но хочется, чтобы было потеплее, не хочется ловить эти сильные ветра. И мы так подумали все-таки в любом случае нам возвращаться в Анталию, и нужно что-то думать с Анталией. Тут вот на мысль пришел еще один вариант. Как Мирошка наблюдает за рыбками. Вот так ложится и смотрит. Причем сам додумался до такой безопасности. Так точно не упадет. Учитывая, что мы в том году жили в Турции, в комплексах здесь отельной инфраструктуры, типа там все включено, бассейны, хамамы, мы тоже так думаем, блин, почему бы не пожить в таком доме, в таком многоквартирном доме. Здесь мы живем, конечно... Да, сынок, да? Да, идем. Идем-идем. Здесь мы живем как бы на вилле, это тоже очень классная история. Я посмотрел, там в Алании тоже можешь такое что-то найти, но там что-то лупят какие-то космические деньги за всю эту историю. Поэтому мы еще продолжаем искать. Что касается непосредственно квартир, вот в таких вот комплексах с отельной инфраструктурой, то тоже мы смотрим. И мы именно хотим туда заселиться. Вы сами поймите, да, даже если мы снимем какую-то квартиру за 1000 долларов, либо евро, это на сегодняшний день там 60-63 тысячи, да, и у нас будет все там включено, бассейны, хамамы и так далее, и тому подобное. Либо же мы просто за отель за 4 дня дадим 60. Да, сыночек, да. Деловой мальчишка. Да. Сюда надо? Ну пойдем скорее прогреть. Иди, скорее, будешь кататься? Мне не хочется. Ой, что там увидел? У-у-у, что там такое? Мы почитали математику свою и понимаем, что было бы неплохо снять какой-то такой вот апарт, квартирку, где будет все это дело включено. В связи с этим как бы у нас такой вопрос. Мы на самом деле пока решаем, как нам правильно поступить. Я вам вот рассказываю, какие варианты в принципе у нас существуют, какие можно сделать и что можно выбрать. Что думаете вы, тоже напишите в комментариях. Возможно, смотрят ребята какие-то, которые занимаются недвижкой и смогут нам помочь с этим вопросом. Потому что на самом деле, сколько мы искали, пока катались по Турции, по Анталийскому берегу, сколько мы пытались снять квартиры, все было безуспешно, потому что либо сразу ценники задирают, когда узнают, что карты не работают, либо там типа мы сдаем минимум на месяц, либо давайте платеж там за 6 месяцев вперед, на месяц мы там не сдаем, а мы хотим именно, например, с 18 декабря снять квартиру по 18 января на месяц. Если все устроится, скорее всего продлим, но по сути январь-февраль хочется пересидеть, а потом уже непосредственно пуститься дальше в путь в Анлав по Турции, продолжить. Сейчас не совсем комфортно, у нас машина, она не подготовлена настолько, что у нас нет отопления, там не совсем удобно внутри готовить, если идет дождь и так далее и тому подобное. Но какие-то теплые месяца, вот как, например, здесь было, там сентябрь, октябрь, ноябрь, вообще спокойно, это очень классная история. И мы как раз хотим пересидеть месяца, когда прохладно, а потом уже поехать и дальше огибать Турцию до лета, ездить, вернуться сюда на запад, потому что здесь куча всего вообще еще можно смотреть, именно останавливаться в классных местах, в классных хемпингах, смотреть природу, изучать культуру западной Турции, вот, и плавно двигаться и пропутешествовать черноморские береги, черноморские горы. Это вот такие... Да, сынок. Это вот такие у нас, собственно, мысли, что мы будем делать дальше. Вообще видеоролик просто получился такой, знаете, спонтанный, я говорю, давай, Носенка, поделимся со зрителями, что у нас по планам, вот. Возможно, кто-то что-то посоветует, кто-то где-то подмагнет, как говорится, да, как говорится, земля круглая, все друг друга знаем. Подмагнет или подмажит нам. Вот, да. И, возможно, что-нибудь найдем. Но пока мы в поисках, конечно, есть уже, он с ним в мусорку лезет. Мирона, яй! Вот так вот. Сложные будни многодетных родителей. Но мы рассматриваем все-таки Аланию. Мне кажется, Анталия сама, она к зиме не совсем теплая, потому что там очень близко горы. И там всегда перепад достаточно серьезный на похолодание. Мы, сколько даже в Кемере стояли, пока было очень тепло. К вечерам прям пух, температура падала. И прям хочется, конечно же, одеть сразу кофточку, а лучше даже курточку. И можно даже носки какие-нибудь натянуть. Поэтому нет, все-таки Алания, что-нибудь там, Газипаша, что-нибудь из этих вот районов, где плантации банановые и прочее. Наверное, вот так. В общем, ребятки, поделитесь, как вы смотрите на эту ситуацию. Может, действительно кто-нибудь что-то классное, что-то посоветует, какой-нибудь комплекс. Может быть, у кого-то есть какие-то знакомые. Будем, конечно, рады любой помощи. Правильно же я говорю? Да. Вот. Какой-то поддержки, дельным советам. Ну, собственно, вот так вот. В любом случае, скорее всего, нужно, ну, с дачи однозначно уезжать, потому что мотаться туда-сюда обратно, ну, мне лично вообще никак не хочется. Хоть у нас здесь действительно классная вилла, мы здесь по-настоящему вот прям живем и кайфуем, но, но есть свои какие-то определенные моменты, которые хотелось бы разрешить. Ну, собственно, все. Буду с вами прощаться. Комментарии открыты. Пишите, не забудьте, что все самые важные ссылки находятся в описании под этим видеороликом. Также подписывайтесь на наши телеграм-каналы Яндекс.Дзен, группа ВК. Там тоже нас уже огромное количество. Про лайк, как самое главное, не забывайте. Сделайте репост. Может быть, кто-то из ваших знакомых также сможет чем-то помочь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok